Пустилат Зелесов Один из важнейших Которых не знает Из-за этого И многие неудачи Читаю Увеличиваю Я его буквально недавно Вставил Пустилат Зелесова Одно и то же семя Одно и то же Не семена там допустим С одного дерева или с одного мешка Одно и то же Если посадить на севере Даст плоды мельче Мини сахаристы Это постулат Это надо всегда учитывать Второе Но В первом варианте Она будет более морозостойкая А во втором Менее морозостойкая Именно этот фактор Не учитывается наукции Преселекции Они просто этого не знают Ну и наконец Моя любимая Это самая Моя тема Но это не моя любимая Это у картежников Зал бы фрик Жил бы в Сочи Итак Возвращаемся К тому письмо На время истекает Вы хотели Трех-четырех Летнее купить Вот что Ваш рынок вам предложит Вы знаете А это А это Советы по выбору Хороших саженцев Если это хорошее Их надо сразу выбрасывать И наконец Вот это вот Я Мне осталась буквально минута Ну Это Антон Варевич Я займу пару минут Потому что надо Полностью ответить На эти вопросы По телефону За частного Тут давайте Сразу выключим Даже новичок скажет В этом горшке Вырастить Такой саженец Невозможно Делается это так И вот У меня нет даже Одного процента Что если я ошибаюсь Меня расстреляют Если я ошибся Расстреляйте меня Вот Спокойно Стану под пули Вот Взвод целься Пли Вот Спокойно Потому что Сто процентов Сто что я скажу Сейчас это правда У меня риска Быть расстрелянным Нет Даже стать Польсмешищем Нет Итак Привозится Огромная Куча Ситали В горшках Этих не привезли Ну попробуйте Сколько Войдет Пуру Ну сколько Не успеет Она доехать Вы согласитесь Уже тара Специальная Ну там Грузовик Там Эти Эээ Какие-то Лучше бы Крытые В открытом Довези Исключено Согласны С Италии Возьмем поближе Бельгия Возьмем еще ближе С Это Как вам сказать Это самое В Сербии Привозят Молдавии Еще ближе Все равно Не довезут До Сочи В таком виде Согласны Значит Получается Привозят Они их с копом То есть Вот так Выкопали Положили Положили Возможно Они были меньше Немножко Вот Возможно Такие Когда их привезли Теперь их надо Сделать дороже И вставляют Горшок Присыпают земли Землю Жалеют Страх Видите Пол горшка Всего Вот такой штамп Тут уже Извините Не 3 Не 4 Года Вот Все это Калечится Он переходит В разряд Стариков Пигментные пятна Знакомый У нас вот Пигментные пятна Я его применяю К деревьям Человеческий Термин К деревьям Вам понятно Вот они Сейчас Простите Это Меня преследовать Вы меня Простите Я провожу Вебинар После Я прочту Ну так Получается Что нам Сейчас Не поговорить Давайте Завтра Да Пожалуйста Так Вот Тут Это Как угодно Считаю Тут Считают Что это Молодые Здоровые Пышущие Деревья Вот они Уже Пигментные пятна Вот появление Первых Грибов Это Умирающие Деревья Их поставили Закисов И они сразу Начали умирать Как поставили Берется Пустой горшок Воткнули Добавили Помните Я показал Тимирязев Это позорнейшая Фотография Студенты Вот точно так же Я показывал Уже два литерна Стыдно повторять Студенты Втыкают Такие В горшки Прямо натурально Втыкают И совочкой Помните Вот так Получается Дальше Они должны Упасть Один ряд Выше Мы не видим Вот Вот эти Проволока Или как там Или бечевка Одна Вот на втором Ряду бечевка Вот они Привязаны К бечевке Видите Вот они Привязаны Так Выше Там еще есть А может быть И три ряда Вот они Уже Предназначены К продаже А потом Осталось Пока Оттуда Привезти К себе Вот Уважаемые Друзья Новые Сочи Привезти К себе И сразу Лучше Сразу Выбросить А сколько Они будут стоить Вот эти Уже У них Будет написано Четыре Пять Лет Шесть Они будут стоить Уже Тысячи Рублей А у вас Сто пять Гнезд Если вас не путают С другими Сочицами Сто пять Гнезд Сто пять Кубовых Яв Выкопать Посадить Через год Два Выбросить Напрочь Вот этим Занимаются Все Сочи Вот это Ваша Действительность Вот они Те самые Я вам показывал Почти такого же Размера Одно Двухлетнего Сергея И те Приходится Сильно Обрезать А давайте Теперь Обрезать А попробуйте Теперь Обрезать Вот как Вот чтобы Такой Выжил Маленькие Допустим Они попали Ко мне Я их решил Спасти Обрезать Надо Примерно Двадцати Сантиметрах От земли Вот здесь Вот этом А потом Тут появятся Почки Прямо Из ничего Рана Может зарасти Вы уже В Сочи Живете То есть Если вы Такие Купили Или купите Вы же не Только в этом Кто-то купил В прошлом году А еще А еще Не погиб Вы должны Обрезку Делать По железу И Обязаны Делать Вот тут Вот тут Может плохо Видно Вот тут Вот тут Вот тут Вот тут И я Вот сейчас Специально Пока увеличу Вот так Вот тут Вот тут Вот тут А тут Как раз Прививка Обратите Внимание Тогда Надо Обрезать Выше Вот видите Видно же Прививка Вот они Горбатенькие Вот они Вот Тогда надо Хотя бы Пять почек Выше Уже Труднее Выжить Ну хорошо Тут Тогда Вот это Все Уничтожается Вот это Все Вся эта Красота Но это Шанс Других шансов Спасти Вы нет Оно Вам такое Надо Урод Когда вы От него Ставите 10% От Психрона Вот так Вот жестокая Такая Правда А дальше Наша песня Хороша Или вы Берете По двое Ворачиваете А будут ли У вас Глинистая почва Есть замена Те же Сливы Алыча Терн Ну в общем Наша песня Хороша Вы попали В Сочи Попали в рай Но Не каждое Подходящее Место Может пригодиться Именно для плодов Помните мои слайды Один мой постулат Который Когда-то Войдет В учебники Вот Не Почва Для дерева А дерево Для почвы Коротко И понятно Дерево Для почвы Поэтому Вся земля Разная Здесь Поляны Там Степь Там Почти ничего Не растет Там Мощный лес Ну Это мы уже Проходили На наше Время Ребята Истекло Вот И еще Я разделался Вместо Осталось У него Обида Наканчиваем На этом Я позвонил Сергееву И говорю Николай Георгиевич Подтвердите Что это было Канчено А вдруг Он что-то Напутал А вдруг Пучек Ни при чем И никак не было Знаете Он сказал А на меня Тоже Тоже Как Виноградарь Много Допускает Самовольство Нет Он должен был Отдать Боднер Знаете Самое Черешню На испытание И через 30 лет Получил бы Поддать Нет Мы уже обещали Это Что он получил А на испытание Уходит 30 лет Где его сорта Которые он нарезал Для науки Вот это Наша Действительность И есть Про ножи Уже в другой раз В наше время И стекло Было О чем поговорить Вот они Ножи Я не виноват Я большую часть Времени Отдал должное Волшебнику Такие люди Родятся Не Один из тысяч Не один из миллионов А один Раз в сто лет Вот это И был Боднер Он никогда Не получил Томинскую премию Или там Государственная Даже посмертная Ему никогда Не поставят памятник И самое страшное Что никогда Даже после всего Что я рассказал А больше Ни один человек На планете Этого рассказать Не мог Просто не знает Не приедет К нему Научная экспедиция Не поклонится Его сыну Не выразит Соболезнования Не выложат Скажут Вот вам Цена От того Что у него Все есть Это несколько Миллионов долларов Я так оцениваю Свой сад Вот мы Сирену с Анной Нарезали Сиренков А перед ней Я еще без нее Теразов Так резал Получилось Вот такой вот Веник Вот я сказал Это 10 миллионов долларов Это самое малое Потому что Чтобы сейчас Начать с нуля Нужно те же 36 лет Что я Этим занимался Так Еще плюс Наперед А если уже Все мое взять То начинается уже С 37 года А это экономия Тех миллионов долларов Не рублей А рубли А это деревянная Помните Говорит Татьяна Александровна Гиль После ее смерти Где она Это самое Чем кончилась И в каком Просе ей уже На лет 10 В каком состоянии Сад Можно ли еще Спасти ее Уникальные яблоки Бодросовский сад Вот он Я делал Последний фильм Только это осенью Он лежал Перед ним лежало Блюдо С моими Абрикосами Потому что Из моих черенков Он вырастил Блюдо С абрикосами Это было Буквально Несколько месяцев назад Ну лето Ну середина лета Недавно Вот Сад Пожалуйста Заберите этот сад Как Плоть до того Что вот По это самое Охрану Заплатить человеку Ну сколько Миллион долларов Никакая наука не найдет Понятно Нищая Ну попросит Сколько там 10 миллионов Он стоит дороже Чтобы потом Охрану поставить И сказать Пока мы все это Отсюда Несколько лет Или нанять Вот Нанять Алексея Это бодно И сказать Вы продолжайте работать Вот вам 100 тысяч В месяц Это самое За каждый сорт Который перевезем Там во все Эти самые Свои Институты ГСУ Мы будем вам платить За каждый черенок Там По 5000 рублей Не как у меня 150 В 10 раз дороже Глядишь И по рукам Я говорю Серьезно Или это Или у нас Вообще Получается Ни хрена Никогда не будет Так Все Разговор Закончен Именно на сегодня А мы с вами Еще Раз 100 Встретимся Не дождетесь Так Я пошел на кухню Мне нужно 5 минут Сейчас я переключаюсь Туда Куда Макар Терят Не гонял А В общем Я сейчас переключаюсь На вебинар Вебинар На вебинар Сейчас Так А Вот он Вебинар Вход в комнату То есть Туда Карт В общем Я сейчас переключаюсь Все Я остановил В общем Ребята Пишите письма Антон Валерьевич Выдержит Нет Сегодня Письма Больше Больше Народу Так И Антон Валерьевич Держитесь Но Я всегда говорю Перерыва Не будет Мало ли Болел же я Болел Две операции Пережил Только за год Пережил Вот И В случае Что Антон Валерьевич Это уже Не ваше Это самое Желание Буду Не буду Продолжать Вы обязаны Продолжать Пока Меня не будет И вообще Не будет Не только Сайт должен жить Но и вебинары Должны жить Как можно Сейчас целая Вот это вот Помощники мои Вроде вас Вы же понимаете Что Вот тем Ученому совету До вас Как до неба Что Макаров Может провести Организуйте Макаров Приготовился И не надо Ребята Вот сейчас Я уйду на пол Я все таки скажу Никогда Не надо Готовить лекции Или не сами Говорю Там у себя В своем кругу Ученым Готовьте Выступайте С трибуны Вот Из 10 Слов 9 Которые Мы не поймем Для нас Нужны Рассказы Зашел в сад Увидел веточку Подошел Удивился Не должна Расти Она растет Сфотографировал Итак Макаров Вот я сейчас Начну Алексейка Чудо Садовод Вот У меня Память плохая Кого-то я не назову Обидите Сейчас Несколько десятков Фемири назову Главный Естественно Сафронов У него же Собственный опыт Вот Троценко Умудряется Вместо меня Моими словами Ни разу За полсотни Этих Создал полсотни Как их называть Статей Ну Переложенных С феминаров То есть Звук на Эти На буквы Вот Ни разу Едей не наврал Вы понимаете Что это надо Делать вечно Неважно Выйду я завтра В эфир Или не выйду Все Я на кухню